очень часто поднимается тема применения растительных масел в косметологии сегодня поговорим о том насколько это безопасно почему девчонки так любят масла и часто вы используют их для своего ухода за кожей и я вам скажу что эта тема не настолько популярная сейчас как она была популярна раньше сфере красоты я работаю уже 20 лет и скажу вам что женщин которые используют масла в уходе я видела протяжении всех 20 лет и что я заметила сегодня поговорим об этом поговорим о том почему нам хочется применять масла какие масла применять стоит какие не стоит и какие результаты можно добить каких результатов можно добиться используя масла в косметологии в домашнем уходе первое что мы можем оценить когда мы наносим масло на кожу лица то что мы испытываем ощущение увлажнения и питание моментальное увлажнение и питание и это очень часто вводит нас заблуждение прежде всего хочу сказать что масло не может увлажнять кожу по одной простой причине вода в масле не растворяется поэтому в масле воды попросту нет представьте себе ситуацию вы моя подруга вы приходите ко мне и просите у меня денег взаймы у меня в кошельке лежит купюра в тысячу гривен а вам нужно две смогу ли я вам дать две если у меня есть тысяча точно также и масло масло нам не может дать воду поскольку в масле воды нет поэтому масло может дать питание масло может создать пленку которая способствует удержанию влаги в кожи но увлажнить кожу к сожалению масло не может почему же мы хотим использовать масло для кожи и к чему мы стремимся когда мы наносим их на кожу лица прежде всего женщина хочет избавиться от состояния стянутости от состояния сухости на коже и она нанося масло думает что она может увлажнить кожу и защитить ее давайте разбираться и вернемся как обычно к нашей гидролипидной мантии бог нас создал всех идеальными и наша кожа выделяет воду вместе с потом и выделяет жиры то есть холестерин полиненасыщенные жирные кислоты они провоцируют создание нашего матрикса защитного который как цемент склеивает клетки эпидермиса те клеточки которые вы видите на поверхности кожи это мертвые клетки эпидермиса они красивые они бежевого цвета в эпидермисе нет кровеносных сосудов поэтому кожа эпидермиса у нас красивого бежевого цвета если же мы видим покраснение на коже это значит что эпидермис мертвые клеточки недостаточно плотно лежат на коже, недостаточно защищают нашу дерму, и дерма просвечивается через тонкий эпидермис, и таким образом мы видим покраснение на коже лица. Поэтому, когда наш цемент, а цемент состоит из гидро, пот, водичка и липиды, жиры нашей кожи, то этот цемент склеивает мертвые клетки эпидермиса, и нам нравится наша кожа. Поэтому мы, когда теряем жир, мы теряем мертвые клеточки, и нам хочется добавить жира к коже с помощью нанесения его извне. Все абсолютно логично. Наш организм очень умный, и когда мы начинаем терять жиры, терять мы их можем по нескольким причинам. Неправильное умывание, болезни кожи, и еще одна причина это недоедание жиров. Когда мы садимся на ту или иную диету, нашему организму не хватает жиров, наш организм умный, и он думает, что нашему мозгу, нашему сердцу, нашим сосудам жиры нужны больше, чем они нужны нашей коже. Кожа не считается жизненно важным органом, и поэтому наш организм умный и начинает жиры, равно как и водичку, расходовать дозированно, и первое направляет жизненно необходимым органам. Поэтому мы с вами, когда недополучаем жиров по тем или иным причинам, то в этот момент наша кожа начинает сохнуть, и мы думаем, окей, мы не можем накормить ее снутри, давайте накормим ее снаружи. И начинаем прибегать к помощи масел. И действительно масла, которые получены методом холодного отжима, способом выдавливания, с помощью пресса масел из зерен, из растений, из их разных частей, мы получаем отличное масло, которое содержит в себе витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, линолевую и линоленовую жирную кислоту. Эти масла содержат микроэлементы, и нам кажется, что мы сможем заместить ими нашу липидную мантию. Но, понимаете, когда организм вырабатывает жиры, он их вырабатывает в той концентрации, в той пропорции, которой необходимы нашей коже. Действительно в растительных маслах есть полезные элементы, есть очень полезные элементы, но они не в той пропорции, в которой вырабатывает наш организм. Поэтому, когда мы наносим определенное масло на кожу, оно может как помогать, так и вредить. И вы видите массу таблиц в интернете, они сейчас появились, и в этих таблицах написаны списки масел, название масел, и написано, вот эти масла комедогенные, а вот эти масла содержат кислоты, которые повреждают гидролипидную мантию. Девочки, прав был парацельс. Я немножко перефразирую его высказывание, он говорил, что лекарство от яда отличает только концентрация, и это очень-очень важно. Понимаете, например, миндальное масло, которое стоит в списке комедогенных масел, оно в 5% концентрации дает смягчающее действие, противовоспалительное действие, защищающее действие, если его находится 5% в косметическом средстве. И вы можете, найдя миндальное масло в этом отвратительном списке, причислить его к ряду вредных, например, масел, оно вам очень-очень-очень пригодится в правильной концентрации. Поэтому первое, что вы должны знать, есть базовые масла, масла растительные, растительного происхождения в чистой концентрации, они не могут применяться самостоятельно на коже. Давайте подумаем, что будет, посмотрим, что будет происходить, если мы нанесем, например, чистое масло виноградных зернышек или чистое оливковое масло, чистое растительное масло на поверхность нашей кожи. Первое сработает как эмолент, и это нас с вами вводит в заблуждение. Эмолент – это смягчающее вещество, и когда мы наносим масел на кожу, первое, что мы ощущаем, наконец-то мы почувствовали себя с успокоенной, увлажненной, мягкой кожей. Она перестала шелушиться, потому что эмолент склеил топочущиеся роговые частички на коже, как клейчик масла приклеила эти роговые частички, и наше лицо наконец-то перестало шелушиться. Второе, что мы испытаем, масло создаст на поверхности кожи окклюзию. Окклюзия – это пленочка, оно создаст пленочку, и наконец-то мы перестанем терять влагу. То есть влагу, которую мы выпиваем, мы будем медленнее испарять, потому что это средство, маселка, создаст пленку защитную. Дальше что будет происходить? Масло будет проникать, с каждым днем его использования, с каждым часом его использования будет проникать в кожу. И помните, пожалуйста, жиры лучше всего растворяются в жирах, поэтому, когда мы наносим масло на кожу в течение продолжительного времени, масло вступает в реакцию с нашими липидами кожными. И пусть их было немного, но они были, и масло будет разрушать нашу гидролипидную мантию. Нашу защитную, наш вот этот вот цемент масло разрушит, если оно будет наноситься в чистом виде. И поэтому при продолжительном применении масла, разрушая гидролипидную мантию, способствуют наоборот испарению влаги из кожи, и все, что вы выпиваете, оно уже испаряется, и в течение продолжительного времени использования масла вы получите дополнительную сухость, дополнительные шелушения. Это раз. Второе. Масла в чистой концентрации достаточно часто обладают комедогенным свойством. Что это такое? Они повышают высыпание на вашей коже. Поэтому в небольшой концентрации масло может быть абсолютно безвредно, и если оно есть в составе определенного крема, определенной смеси, будет все нормально. Не пугайтесь, если оно есть в списке комедогенных масел, потому что только его правильная пропорция, которая была проведена, сделана косметологами, проведены клинические исследования, лабораторные опыты, и вам определили ту пропорцию масла, которая нужна для вашей кожи, когда оно в определенной пропорции, оно не будет комедогенным, да? То есть, а если вы его нанесете чистым, то у вас может быть закупор-копор, особенно для жирной комбинированной кожи. Некоторые масла очень сложные в применении, и вы можете получить дополнительные высыпания на вашей коже. Еще момент. Масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые окисляются не только на воздухе, на воздухе окисляются, а еще их окисление провоцирует солнышко. То есть, если вы нанесете маселка и пойдете с этим маселком на солнечное излучение, произойдет окисление масла, и вы получите дополнительные свободные радикалы. Вы, наверное, слышали об этих страшных зверях. Что такое свободные радикалы? Это клеточка, которая содержит минус один электрончик, то есть клетки не хватает одного электрона. И все, что по физике вы знаете, все, что не насыщено, оно пытается насытиться, и оно забирает электрончик у клетки нашей кожи, и наша клетка становится клеткой-уродом. Понимаете? Поэтому те масла, которые окислены, они очень вредны для нашей кожи. Поэтому у нас есть три момента. Масло в чистом виде разрушает наша маселка, наши липиды. Масло в чистом виде может быть комедогенным, и маселка может дополнительно окисляться на коже, давая ей насыщенность свободными радикалами и тем самым провоцируя старение кожи. Поэтому есть и вред, есть и польза. Все-таки вы решили использовать растительные масла для нашей кожи. И это правильно, потому что в них есть витамины, в них есть микроэлементы, в них есть кислоты жирные, которые нужны нашей коже. Как же все-таки использовать их правильно для того, чтобы не навредить своей коже? Первое, что вы должны знать, что уже готовые косметические смеси, они продуманы, и там масла находятся в определенной пропорции, которые будут хорошо ухаживать за вашей кожей. Например, масло от торговой марки фитосинтези, во-первых, оно содержит дозатор, не пипеточку, а дозатор. То есть тут препятствует проникновению кислорода, и, соответственно, такое масло будет дольше сохраняться в его первозданном виде, не будет окисляться. И здесь есть суточная норма витаминов А, суточная норма витамина Е. И таким самым образом, благодаря его насыщенному, очень хорошему составу, вы не навредите вашей коже. Как же его использовать? Одну капельку вы можете добавлять в свой крем, одну капельку вы можете добавлять в свой тональный крем. Не стоит масла добавлять на кожу много. С помощью одной капельки вы обогатите ваш крем. Но не должно быть для вас секретом. Девчонки, что такое кремы? Крем – это масло в воде, это эмульсия. Вы никогда не задумывались, почему молоко белого цвета? Потому что молоко – это тоже эмульсия. Молоко – это звесь жира в воде. Поэтому наши все кремы и имеют белый цвет, и попросту говоря, кремы – это такая эмульсия, которая содержит в себе масла. Чем больше масел в креме, тем плотнее и жирнее крем. Чем меньше масел в креме, тем в нем больше воды. Поэтому эти средства обычно называются флюидными и подходят для жирной комбинированной кожи. То есть производители берут те масла, которые вы хотите самостоятельно внедрить в кожу, и они их добавляют в ваши кремы. И поэтому, в принципе, нет необходимости при ежедневном применении качественной, хорошей, профессиональной косметики, в которой есть хорошая концентрация масел, добавлять масла – это не обязательно. Но если очень хочется, то всего одну капельку, и желательно косметические смеси. Если же вы делаете массаж по маслу, то вы должны понимать, что обязательно отработанное масло нужно смыть. И даже массажисты хорошие, которые делают массаж по телу, они говорят, что да, после массажа, если массаж делался на масле, маселка желательно отработанная смыть, и после этого нанести на кожу увлажняющий или питательный крем. Потому что, еще раз, жиры растворяются жирами, поэтому, когда вы оставляете после массажа на коже масло, то через несколько часов оно будет разрушать вашу гидролипидную мантию. И, кроме того, при массаже выделяются на поверхность кожи токсинчики вместе с потом, поэтому обязательно отработанные масла мы смываем. Если вы любите свою кожу, если вы цените свой внешний вид, то всегда лучше ориентироваться на профессиональную косметику или на готовую хорошую косметику, потому что большие лаборатории, огромных косметических компаний вкладывают миллионы долларов для того, чтобы провести исследование и дать вам готовый, хороший, качественный продукт. Чистое масло, такое как масло зародышей пшеницы, оливковое масло, масло виноградных косточек, это хорошее масло, но его лучше применять в пищу. Когда вы его применяете в пищу, оно все равно попадет к вашей коже через систему пищеварения, а для лица все-таки используйте те масла, которые сделаны для вас профессионалами, и это важно, девчонки. Уважайте себя, любите свою кожу, и вы получите очень хороший результат. Субтитры создавал DimaTorzok